Всем доброго утра! У нас уже почти восемь. Мы с Афонькой завтракаем. Уже ся Жуни и Антоша поехали по своим делам, на свои работы. У Антошки сегодня не четыре урока, а пять. Дополнительные по физкультуре, потому что завтра они едут на финал в Денскую. Сейчас себе заварю чайок с лимоном. И Гришки сразу сделаю. Гришка без лимона пьет. Так. Чай, чай. Так, вот мой завтрак. Яйца. Что? Отликота у вас. В общем, на завтрак у меня яичница с хлебом и с чаем с лимоном. А еще у меня на завтрак будет вот такая вот шоколадка. Сейчас она стоит 70 рублей в пятерочке. Мы вчера купили с Антохой с Орио. Когда целое Орио, это очень вкусно. Доброе утро. Ну, разбудили Григория. И у меня вчера тут был супердень. Я выкинула старые шторы. Оставила только зеленые. И теперь у нас... Ну, они, по крайней мере, те зеленые, не порватые. Потому что здесь у нас еще, когда Марсик был маленький, на белых были прям такие рваные волосы. Ну да, прям дырки были, поэтому... Теперь у нас все, красота. Вот теперь вот такая вот просто зеленая органза. Пока, не знаю, но пока, в принципе, хорошо тоже. Так что вчера у меня был супердень по уборке кухни. Этот мальчик смотрит себя. Вернее, Антона, да? Вот не зря все-таки. Мама снимает видео, да? Кто такой маленький был? Я! А где ты? Это кто? Это Антончик. Это Антончик? А я на водоподоборке. Убирать надо? Зачем? Ты что, Ляля, будешь клацать? Оставлю уже на обед бульон у меня из индейки варится. И уже все нарезала, начистила. Ну, вернее, нарезаю для супчика с вермишелью. Будет сегодня на обед. Не могу прям балдею от этих штор. Хорошо, что я старое выкинула. С Гришей мы здесь учим уроки. У него сейчас тема падежи. Я вообще, если честно, в школе обожала падежи вообще. Причем в учебнике нету, да? Вопросов. Вот нормально в учебнике не объясняется тем. В смысле? Или есть там? Ну, просто раздали вам вот эти штуки. Пожалуйста. А, все есть? А для чего вам раздали тогда? Ну, просто, чтобы всегда с собой носить. Мы что-то не будем вечно носить. А, ага. Я думала, нету учебники. Ну, ясно. Так что учим, учим уроки. И ведительный, хранительный, дательный, ведительный, творительный, предвожный. Ну, давай, давай. Все, не торопись, Гриш. И, пожалуйста, поаккуратнее, Григорий, чтобы маме понравилось. А то мама такая ве-ве-ве. Да? Злющая. У тебя такая мама злющая. Что одна помадочка. Пиди-пи-с. Так, сейчас будем посаживать бульон. У меня дружка на сторон. В любом случае, его процеживаю. Ставлю сюда лопатку. Сюда сильно. Спасибо. Ставлю сюда. Сейчас мясо нужно сразу даже посадить, поперчить, пока оно горячее. Так, сейчас вода закипит, бульон закипит. Здесь уже у меня все овощи, картошка, морковка, лук, болгарский перчик. И останется только добавить мне сейчас вермишельку. Не знаю даже, сколько добавлять, потому что я не знаю, насколько она разваривается. Вот барилу первый раз использую. Все остальные развариваются просто, безбожно. И вермишель превращается в какой-то клейстер для обоев. Потому что из нее столько там муки выделяется. Реально не суп, если он уже чуть постоит, то там просто как клейстер для обоев. Сейчас вот добавила еще воды, чтобы кастрюлька была почти полная. высыпать. Сол не пела. Все, конечно, понятно, что не будет. Три минуты, чтобы сейчас хорошо выкопить. Я буду выключаться. Главное, что попробовать на соль. Ну, и длина границ. Границы – это периметр. Это что такое? Это штатив. Так, ты что, уже сдачу решаешь? Ну, ты на... Что это? Какой номер у нас? Шестнадцатый. Ну, давай сейчас будем смотреть. Так, Григорий, на тебе сертификат о прививках. Покажи свою манту. Грише сделали манту. Когда во вторник, да, сегодня должны... Да, я вообще даже не видно. Должны сегодня проверять. Когда это, когда делали, у меня пузырик додулся. Спустя бедут пять, раз, он и сдулся. Ну, да, он так и должен. А у Кирилла они еще держались и держались. А, долго, да? Да. Так, ну, давай, складывай и не забудь сертификат взять, когда тебе будут проверять. Хорошо? Когда сделали, ты трогаешь и как будто там какую-то стальную шару такой вяжешь. Стальную шару. кто это? Кто это? Кто надо? Ты кто? Кирилл, не смеши меня. Давай, давай, Заюнь, папа ждет. Найдите портфель. Пока. Все. Пока, сынок. Так, папа у нас сегодня за такси. Он уже Антоху привез со школы. А, подожди. Где Гришин листик? Пошли ему. Сейчас открою. А где Гришин листик? Какой? Большой ватман. Вот он, вот. Гриш, сейчас я тебе подам. Вот он, в школу его хочет взять. Будет там рисовать. Все, пока. Пока. Да. А я сейчас вам покажу самый... Что, тебе открыли окошко? Ты хотела открытое окошко? Да, и так жалько. Жалько? Мой обезьянку. Свет, Найдрюк. Мой зеленый обезьянка. Там моя Алянка. Там твоя Алянка. Ну, расскажи, как твоя ветрянка? Три дня у нас были высыпания. Вчера уже нету высыпаний. Сегодня уже будем купаться. И завтра не пойдешь в садик? Нет, завтра не пойдешь в садик. Завтра у нас что, пятница, да? А-а-а! А он завтра идет в садик? Нет, нет. А значит... Давай. Лежать. А ты ногой свет выключил? А покажи, как ты с мостика встаешь. Наташа уже научился, да? Вставать на мостик. И вставать с него. Тут, может быть, скользковатый спалас. Ой, ой, встал. Молодец. Мам, хорошо. А я могу еще и включить сверх ногоя, ребята. Ну, на мышцы, на мышцы. Хорошо. Да, теперь не холодно мне. Не холодно тебе? Ты дышишь свежим? Да, не холодно. А вам понравилось? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Нажимайте на красную кнопку и на колокольчик. Будут приходить вам новые видео. Все, всем пока. Это он. Это Атон. Миня. А я могу делать равновесие. Так, мама пошла кушать. Вы уже все не хотите? Всем пока. Слушайте, я прям не могу. Я сейчас прям балдею с кухни, когда здесь шторы другие. Света больше прям стало. Я, в общем-то, балдею. Я даже сняла подстилки на стулья постирать. Сейчас их нужно вывесить, чтобы высохли. И надо будет попить чай и вытереть. Вот, потому что пыль вот здесь вот сзади на подстилке прям скапливается. Сейчас протру стульчики. Буду пить чай. Валя, кто к нам приехал? Расскажите, какую мне там кижамку хотели, мама? А, мама, никакую. Экспериментальная будет кому? Маргарита. Просто я думала, что ты у нас 116, а ты у нас 122. Да. Ну, как тебе, родня, что я выкинула шторы? Ну, как бы интересно, но не хватает чего-то. Ну, по мне лучше, чем мыть. Ну, лучше, чем было, да. Но надо что-то сюда. Наташа, не надо трогать грязными руками. Она очень толкая. Да? Надо было поесть, а потом уже трогать. Нет, надо есть и трогать одновременно. Распирывать. Да. Ну, расскажи что-нибудь нам. Я расскажу, что у Афони просто ветрянка. Все. Да, у Афони просто ветрянка? Ну, скоро уже пройдет. Даже сегодня можно купаться. Она уже проходит, я считаю. Да, уже если второй день уже нет, то есть. А, тут один приз! Какой приз? А, прыщ! Я думала, приз. Представляете, у нас какое сегодня? 31 января, и я начала тюкать, что называется палисадник, потому что он, конечно, вообще в таком виде ужасно. Но начала вот здесь уже пропалывать. 30 января, представляете, какая погода. Даже запыхалась. Ну, в общем, супер погода. Я не знаю, градусов, наверное, 12. Прям очень тепло. Хочется что-то поделать на улице. Ну, вот немного потюкала. И мне даже руки стали болеть с непривычки. Вот что значит зимой мы засиделись. Но хотя еще зима не закончилась, я думаю, что у нас снег и морозы еще будут, но попозже. Сегодня родители приезжали, они уже раскрыли лук. И посмотрите, какой он зеленый. Вот сколько он здесь, ноябрь, декабрь, был накрыт под укровным материалом. И, в общем, он уже очень хороший. И мы себе уже сегодня нарвали к супу. Вот таким вот укровным, достаточно тонким. Который просвечивает даже. Супер зеленый лук. Нет, еще я решила, зашла уже в дом перебрать все ржуни вещи. Вот эту полку перебрала. Здесь вела футболок. Вот. Было прям три ряда. В общем, вот это все на выброс. Носовые платки, которыми мы вообще не пользуемся. Но оставила несколько, вот отутюжила их. Сейчас надо утюг выключить. Вот. А все остальные на выброс мы ими вообще не пользуемся. Вот эти очень бесформенные. И тем более никто их брать не будет. Ну, лежали, знаете ли. На всякий случай оставила футболки на выход и домашние. И все. Вот это все вообще ужасного состояния. Выбрасываем. Вот это вот хорошее, как новые. Они из спортивного синтетики. То есть они вообще как новые. Мне кажется, сто лет их носить. Они вообще не сносятся. Отдадим их. Вот. Вот так вот. Людям поменьше. На сижу они такие маловатые, по-моему. Все, платочки немного. Еще полежат здесь. Если уж не пригодятся, то выбросим их на совсем. Что, Афось? Сегодня у мальчика убралась в носках. Сейчас, Антош, у всех троих. И столько вот непарных носков я нашла. Представляете? Короче, это вообще что? Открыть надо. Зиму? Либо это, либо это. Давай или это? Давай. Давай я сейчас пойду покушаю, хорошо? И будем учить уроки, хорошо? Ну, сначала выучим стих. Я не хочу. Нет, стих это азбука. Это на понедельник. Завтра азбуки нет. Завтра что? Окружающий мир. Завтра пятница. Мам, ну, чтобы уже выучить. А, хорошо. Чтобы по чуть-чуть, да, учить? Чтобы уже чуть-чуть хоть знать. Хорошо, хорошо. Так, мой, не знаю, что сказать, ужин. Перекус, не перекус. Гречка. Ребрышки в кисло-сладком соусе. Я вчера готовила с овощами. И томат. Обожаю вот эти вот бокалы из Икея. Я еду. Какую тебе еду, скажи? Да, это моя мусли. Мусли? Григорий идет с плакатом. Он сам захотел взять домашний ватман и порисовать в школе на уроке ИЗО. Ну что там, сынок? Мы все рисовали почти. Как рисунок? Так вы все вместе? Нет, только мы с Кириллом. А, ты и Кириллом, а Арман, нет? Нет. А ну, разверни же, покажи что-то. Ну, он слишком большой. Вверх ногами еще раз. Мы еще его не дорисуем. Ну, он будет вот такой черно-белый, да? Танки. На мне не расстрашивать. А, так, все, о будущем. Сказал, что записали в сертификат о прививках, да? Записали. Ну, сказали, все нормально? Ничего не сказали, просто записали и записали. Ты кто? Ты кто? Сонная тететя. Сейчас стою, жду Антоху, гляньте, женщина с палками. Вот это как, это финская ходьба, да, называется, или как? Ну, в общем, здорово, да? Обалдеть, я даже не... Ну, вернее, я слышала, но никогда не видела, что у нас женщины ходят с палками. Вот. Оказывается, я это увидела. Класс, молодцы. Все, мы уже дома. Тут куча-куча пакетов. Заехала в Оазис, купила один судочек. А тут что-то у нас дома вообще судочков нет, но думаю, хотя бы по одному надо покупать. Обложки Антохи на тетради. Ручки, карандаши и точилку, чтобы про запас, а то у нас уже все закончилось. Я взяла вот такие ручки. Для меня главное, чтобы тонко писала. Ну, вот это достаточно тонко пишет. Вот, и карандаши обычные, простые. Так, что еще это с магнита? Бананы. Наша любовь. Они сейчас такие вкусные. Антоша взял сырков на завтрак. Коровку из кореновки. Вот такие рожки, как мороженое. В общем, сырковку из Антоха 7 штук взял. Что мы еще купили? Антохе это влажные салфетки. Ему завтра ехать на соревнования, на финал в Денскую. Вот в дорогу ему творог. Творог 5% на завтрак. Или еще сегодня, может быть, вечером поедим. Хлеб мой любимый, черный, уже резанный. Вот, батон летний тоже резанный. Петрушку взяла, чтобы не ходить на огород. Антоха себе взяла вот такую вот слаймом воду. Синтану к творогу. И еще колбасу. Завтра Антохе сделаю бутерброды. Здесь у меня сахарная пудра. Беру ее сразу по 10 штучек. У нас она сейчас уже по 21 рублю. Когда-то была по 15. Вот. И здесь еще овощи, помидоры, огурцы, кефир и молоко. Помидоры точно я видела, что по 160. Но огурцы не знаю почем, но они такие здоровские, маленькие, пупырчатые. В общем, уже прям весенние. Пакет кефира и пакет молока. В общем, все. Покупки на этом закончены. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok